Юрий, я вот занимаюсь сейчас маслами. Пью с удовольствием и кунжутное масло, и облепихи пил, и семя льна, и рашторопши, и другие-другие. Что бы вы могли о них сказать? Во-первых, кто их производит? Ну, данные представленные масла производим мы, это Харьковское предприятие, СПК-центр. Мы уже 23 года занимаемся производством масла. Технология получения очень высокая, поэтому мы не допускаем купажей. Изначально сырье подбирается лабораторно. Купаж – это… Это не смешанные масла. Это смешивание купажа, да? А это не смешивание? Нет. За счет этого в этих наших маслах, по крайней мере, остается активное содержание полиненасыщенных жирных аминокислот. Непосредственно самого растения, да? Да, и каждое растение имеет какие-то свои индивидуальные особенности. Вот так. Начнем. Если мы начнем по последовательности, то расторопша изделия – это называется трава Девы Марии. Расторопша – это лекарственная пятнистая. Первый раз слышу. Да, посему она как раз в отношении фарминдустрии производит на основе масла очень все препараты, связанные с защитой печени, восстановлением печени. Или семени используют расторопши. Это расторопша. Орешки, из чего получают масла при правильной технологии, чтобы это сохранялось, то они активнее, в отличие от семени. Потому что слюна у нас не успевает из семени, косточек, орешков выделить вот это вот полиненасыщенный жирный аминокислот. В чем особенность активности масла в отличительной характеристике. Если мы говорим о льне, то это растительное пропорциональное соотношение омега-3 и омега-6, так же как и в рыжике масла, но сейчас нет его, так же как в животном происхождении осетровые и тресковые породы рыб. Хорошо. А с целью поправки здоровья, для чего его применяют? Лен? Да, масло льна. Омега-3 и омега-6 позволяют мозговую деятельность привести в порядок, протеатеросклеротический характер действия, холестерин, ну, плохой так называемый холестерин выводит, желудочно-кишечный диапазон достаточно немаленький, ну, немножко с кровью помогает работать. То есть, можно так сказать, укрепляет и очищает сосуды и стенку сосудов? Я бы так не сказал, что оно так активное, но создает условия, что нету регрессии в этом случае хотя бы. Поддерживает в общем статусе. Как обволакивающее полезно для желудочно-кишечника, если какие-то там астриты начальные, да? Да, да, да. Все же КТ, все в обострированных, запущенных, хронических, переходящих формах, репарацию слизистой стенок кишечника, ну, желудка. Восстанавливая, да? Да. Облепиха, тоже там иранозаживляющий, также обладает эффектом. И ее больше на кожу использовали, я знаю, облепиху, там, при ожогах. Озоробность. Обморожение, да. Ожоги, обморожение. А внутрь для чего? Внутрь он очень похож на лен, кроме того, что там нету омеги-3, омеги-6. То есть, если лен, это хорошо и для того, чтобы кишечник работал от запора, да? Да, ну, проктология не так выражена, но помогает. А в проктологии я бы обозначил более активно и эффективно масло тыквы семени. Масло тыквы? Семени тыквы, да. А чем оно, будем говорить, как бы, чем она берет в проктологии? Во-первых, там содержание цинка растительного, его очень много, он сбалансированный. Проктология вся. Аденомо-пристательные железы, бастренные формы, мужчинам, женщинам, детям в общем статусе восстанавливать организм в целом, потому что иммуномодулятор он еще. И у него есть особенность мочеполового характера. Плюс активно проявленное противопаразитарное действие оказывает. Можно вас? Ладно, чуть-чуть. Вот я бы хотел отметить интересное масло, оно редко встречается, обычно оно знакомо больше на востоке. Черный тмин, да. Потому что в Коране больше упоминается о нем. Что оно поднимает всех, кроме трупа. Да, правильно я имею в виду. Ну, в народе говорят, лечит все, кроме смерти. То есть у него, как я бы обозначил, четыре масла культуры, четыре маслопроизводных. Черный тмин, амарант, кедр, я вот специально достал, кедровое масло, но это не наше производство, у нас в Украине его, соответственно, нету. И виноградное. Это четыре... Есть виноградные хосточки. Да, мы производим в Молдове, вот эта линия. Чем характеризуется кедровое масло для здоровья? Вот как и черный тмин, они очень схожи. Они находят слабые места, как бы, по вибрации нашей клетки живого организма очень схожи. И вот это, как бы, создают массово комплексные условия, где организм более репродуктивно, более эффективно, так сказать, восстанавливается в тех аспектах, где слабо, как говорится, там и рвется. Вот четыре этой культуры самые ярко выраженные. То есть не промокнемся. Значит, это масло черного тмина, амаранта, кедра и винограда. Винограда. Да. Значит, у нас про тыкву вы сказали. Кунжут могу рассказать. Кунжут, вот знаете, говорят еще, масло бывает холодной природы и масло бывает горячей природы. И наиболее горячее это кунжутное масло. Его еще сухим называют, да. А, сухим. Сухое масло, да. А вот что она делает? А это, знаете, вот даже есть источник, у меня книжечка есть такая интересная, к сожалению, не с собой. Это король поставщика в организм растительного калия, кальция, кремния, фосфора. Да, ну я слышал. В этом случае в организме женщины склонны к этому генетически страдают кости, зубы, волосы, ноги. То есть это помогает восстанавливаться в причине характера. Ну и бронхолегочный аспект. Плюс любым нашим, ну в данном случае, любым, берем любым маслом, можно пользоваться небольшим количеством наружным характером, как и крема дорогие, и питание живое оказывает, и воспалительные какие-то процессы, и рано заживляющий эффект. Ну вот, когда мы грецкий орех раскрываем, по аналогии он нам напоминает уже мозг, да. Поэтому мозговая деятельность, кстати, так же, как и у льна, у него содержание омеги-3, омеги-6, вот это пропорционально содержится, атеросклероз, сосудистая дистония, вот он с кровью более интереснее, чем льон в этом случае работает. ЖКТ, опять же, у них у всех, вот у этих культур, особенно масляничных орешек, семечки, косточки, красная линия, кровь, ЖКТ, иммун, как. Где-то активнее, где-то более выраженнее, вот так вот. И, наконец-таки, мака. Семени мака. Значит, сразу предупреждаю, наркотических компонентов составляющих там нету, масло получено, вот у нас есть ряд масел, в том числе, это касается облепихи, в данном случае амаранта, очень сложная культура, и мака. Мы все масла делаем холодным прессованием отжима, а мак... Это большое, потому что есть экстракция, то есть заливается там сырьем маслом, настоялось... Обычно это облепиху делают, но мы так не делаем. Это намного ценнее. И сохранность живых компонентов сохраняется. А вот эти культуры мак, еще раз говорю, облепиха, амарант, мы получаем с его экстракцией низких температур, то есть при этом сохраняется активность. Мак это седативное, это неврологические процессы, бессонница, нервные раздражители, мягкий депрессант, да. Нервные неврозы какие-то там, да. Настойка грецкого ореха это просто настойка, или что это? На чем это? Ну это спиртовая, да, в случае экстракции, да, там югло на содержание, растительная активная форма йода, содержание, которое принимает наш организм в растительной среде. Противопаразитарка, микрофлора кишечника, вот, кстати, микрофлора кишечника очень эффективно восстанавливается, отчего вследствие уходит много наружного проблемного, кожного. Что отражается на коже, да? Конечно, в первую очередь. Значит, это водный настой, да? Экстракт, спиртовой, но есть, бывает, кто-то производит водные, да. А, у вас спиртовой? Спиртовой. Поэтому капается на жидкость, и детям и взрослым, в зависимости от возраста, массы тела, чтобы убрать спиртовую массу, и принимается. Так, это вы сказали, вот это что за бутылочки? Это концентрированный экстракт, нами массово известный, чайного гриппа. То, что мы дома выращивали и выращиваем, да. Но он уже имеет масло свое? Конечно. А, или это концентрат нужно? Концентрат. Там он разводится, да, уже готов.